Самарские крылья советов на матч с московским Чертанова вышли в роли лидера. Волжанки после первого круга соревнований в молодежной лиге занимали первое место. Гости закрепились в середине турнирной таблицы. И уже с первых минут игры инициативой завладели крылья и оформили два быстрых гола. Однако на достигнутом главный тренер Галина Комарова останавливаться не планировала. Сушить не будем ни в коем случае. Будем играть также в атакующий футбол и постараемся больше сделать контроль мяча. Чертановы играли без замен. Команда приехала в Самару без запасных игроков. Однако постаралась оказать достойное сопротивление и сумела забить один мяч ворота крыльев советов в концовке первого тайма. Отличилась Юлия Удовиченко. И как оказалось, это был их единственный успех в этом матче. Ушли команды на перерыв при счете 3-1 в пользу хозяек поля. Во втором тайме чуда не произошло. Крылья советов доказали, кто дома хозяин, забив четвертый мяч. В итоге первая победа на старте второго круга соревнований в молодежной лиге. И волжанки уверенно закрепились на первом месте турнирной таблицы. Но это футбол. Поэтому у всех девочек и тренерского состава задача одна – выиграть молодежное первенство. А вот ближайшие преследователи крыльев советов по турнирной таблице проиграли своим матчем. Динамо сдался Краснодару 1-3, Зенит уступил Ростову 0-1. И только Локомотив празднует победу 3-0 над Казанским Рубином. В итоге после 14-го тура «Зенит» и Локомотив делят между собой второе и третье места.